Официальный партнер программы «Середина Земли» – меховая выставка «Империя меха». Информационная служба первого альтернативного представляет обзор событий Республики. Это международная программа «Середина Земли». Здравствуйте! В студии Анастасия Лисова. И начнем с новостей Республики. Грязными технологиями, безвкусицей баннеров и отсутствием креатива отличились выборы в Народных Урал-Бурятии. Об этом на брифинге заявил Дмитрий Ивайловский. Председатель избиркома озвучил итоги выборов на 10 часов утра и рассказал о нарушениях в процессе предвыборной кампании. МВД Республики также организовала встречу с представителями СМИ и отчиталась о работе, проделанной в ходе избирательной кампании. Баир Цедыпов продолжит тему. 22 политические партии и 1200 претендентов участвовали в выборах 8 сентября. Явка составила 43,8%. Как отметил Дмитрий Ивайловский, по сравнению с предыдущими кампаниями, этот показатель очень низкий. Причина в грязной предвыборной кампании. Масса жалоб и судебных разбирательств. Если говорить о жалобах, то впервые в истории всех кампаний избирательная комиссия Республики Бурятия рассмотрела 115 жалоб. И некоторые еще сейчас находятся, которые будут рассматриваться. Доходят 115. Суды рассмотрели 82 заявления. Из них 74 – Верховный суд Республики Бурятия. На трех городских избирательных участках был зафиксирован вброс поддельных бюллетеней. Было место подкупам и каруселям. На отдельных участках из списка избирателей были исключены по нескольку человек. Некоторые вычеркнуты целыми семьями. В органы внутренних дел поступило 414 сообщений и заявлений о различных правонарушениях. По этим заявлениям было возбуждено три уголовных дела. Это два дела о краже баннеров по статье 158 – кража. И одно уголовное дело по статье 167 – это порча. Тоже связано с баннерами. Нами было составлено 66 административных протоколов. В основном эти протоколы касаются нарушения избирательного законодательства. Предварительные итоги выборов. Обработано 79% протоколов. Лидирует Единая Россия, затем КПРФ, Справедливая Россия, ЛДПР и Гражданская платформа. По 10 одномандатным округам обработано 100% протоколов. Новые депутаты Народного хурала 5-го созыва по ним уже известны. И сегодня к вечеру станут известны остальные. Баир Цедыпов, Анастасия Лисова, Вячеслав Батоев, Борис Гелянов. Первая. Альтернативная. Факты нарушений были засняты и нашей видеокамерой. Съемочная группа дежурила на некоторых избирательных участках и пыталась самостоятельно разобраться в законности действий УИК. Подробности в репортаже без комментариев. Да, здравствуйте. Меня зовут Иванов Виталий. Я зарегистрированный кандидат по избирательному округу номер 21. Он находится в железнодорожном районе. Сегодня 8 сентября, день выборов. И уже с утра мы начали выявлять нарушения. Были выявлены факты массового подвоза. Притом подвоз осуществлялся помимо частных лиц еще и лицами, которые работают по договору с администрацией железнодорожной и советской. Данной администрации вынесли постановление, по которому они осуществляют массовый подвоз избирателей. Обосновывается тем, что многие избиратели проживают далеко от своих избирательных участков. Вообще раз на каждых выборах присутствует автобус, который зарегистрирован в территориальной избирательной комиссии, имеет именно пропуск с печатью этого учреждения. Для подвоза граждан, те, кто плохо ходит, больные, с верхних улиц, с Рыжковки. По вашей отцелке сколько человек привозят? Сегодня, к сожалению, немного. Сегодня идут сами. За каждый рейс, например, человек 5-6. Есть люди, которые подтверждают, что это не законно? Это машинно-законно. Это машинно-законно. Потому что на ней есть пропуск с печатью территориальной избирательной комиссии. Там не наша печать. Да. А колонна номер 8, ГАП-3. Они обеспечивают нас. Да, 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 да. ЦИК в город, да, он и заключает. Председатель участковой избирательной комиссии номер 686 Степанова Наталья Геннадьевна. У вас некоторые люди утверждают, что незаконно это. У вас есть какие-нибудь документы официальные? Есть. А можете показать? Что вам показать? Ну, я не знаю, договор там или пропуск какой-нибудь. У меня вот... Любой официальный документ. У меня вот... У меня вот... Можно... Я... Не переживайте, отдам. По этому путевке он выехал. Сам этот договор у начальства. Ну, то есть вы официально работаете? По договору с администрацией города, да? Да. Возьмите, пожалуйста. Вы сегодня с утра работаете, да? Ну, как, можно сказать, да. Много людей привезли? Да нет, он бабушки старые. Ну, сколько примерно с утра вот? Человек 10, наверное. А вы один здесь или еще кто-то работает? Тоже есть и другие машины. А кроме вас в городе много таких машин? Ну, есть. Есть? Ну, как... Вы знаете, сколько? Даже сказать не смогу, сколько, но... Ну, 10-20, больше, меньше. Это так? 20 штук где-то, да? Понятно. Спасибо. Мы звонили специально в ЦИК России, в Москву. Там пояснили, что данные постановления незаконны. Подвоз кем-либо на избирательном участке, особенно массовый, запрещен. В выборах депутатов пятого созыва участвовали и первые лица Бурятии. Среди них председатель народного хурала Матвей Гершевич. Он голосовал на избирательном участке номера 811. При нем, конечно, никаких нарушений зафиксировано не было. Он поделился с нашей съемочной группой, каким должен быть депутат парламента республики. Матвей Гершевич не стал делать из голосования церемонию. Проголосовал, как обычный избиратель. Спокойно и без лишнего пафоса. За кого не признался, однако, охотно поделился с нами своим мнением о том, каким должен быть настоящий народный депутат. Я, например, считаю, что депутат должен болеть за народ. За своих избирателей. И это первое. И если он дал свое слово во время избирательной кампании, чтобы это не пустые были слова, он должен, если его выберет народ, он должен стараться исполнить то, что он обещал, наказывая людей. Своё мнение нам высказали и простые избиратели, голосовавшие на одном участке с председателем народного хурала. Прежде всего, деловые качества, чтобы он мог отстаивать интересы простого человека, простого избирателя. Это главное, я считаю. Ответственность, что говорит, что и надо делать. Я руководствуюсь принципами честности и справедливости. И хочу, чтобы законы все работали. Кстати, о законах. В этот раз, по мнению Матвея Гершевича, сделать выбор будет гораздо проще. В прошлые выборы просто был список, просто было название партии и всё. Люди голосовали просто за партию. В чём, значит, именно улучшение, я считаю, выборной кампании нынешней. Дело в том, что за каждой партией там стоит уже человек, конкретный человек. Поэтому люди, когда на избирательных участках, они видят, за кого они голосуют. Выборы в региональные парламенты прошли в 16 регионах страны. В Бурятии более тысячи претендентов. Из них только 66 человек, которые и займут свои места в народном хурале. Юлия Пермякова, Борис Геленов, Первая альтернативная. 8 сентября свои голоса за кандидатов в депутаты отдали подозреваемые, обвиняемые и подследственные в СИЗО. В обычной жизни на это у них не хватало времени. И к избирательной урне их сопровождал конвой. О том, как прошло голосование за решёткой, репортаж Надежды Хлыстовой. Атмосфера здесь особая. Здесь они не избиратели, а спецконтингент. Для многих голосование – это дополнительная возможность выйти из камеры. Так получилось, что первый раз в тюрьме пошёл голосовать. А вот в обычной жизни пошли голосовать? Ну, не знаю, как бы, может быть, и пошёл бы. Там, как сами понимаете, в свободе и времени там меньше. Здесь хоть какое-то разнообразие, а вот уже гость сижу. На избирательный участок пришло много наблюдателей. Вместе с ними – представители по вопросам помилования, которые здесь частые гости. Радует то, что всё-таки их как-то готовили. Вот это заметно. Вы посмотрите, они очень прилично стали одеты. Я раньше, когда приходил на такого рода мероприятия, ну, кто как, кто где. А тут видно, что они явно все приняли душ до того. Видно, что они неплохо пострижены и очень нормально, я считаю, прилично одеты. Здесь же нет единой вот этой, как говорят, тюремной формы. Главное отличие – на этом избирательном участке голосование проходит очень организованно. Голосование само проходит, как правило, быстро, потому что наши подопечные, они не тянутся, как гражданские лица. То есть мы выводим их камерами, камера отголосовала и заводим обратно, идёт следующая камера. Ещё одно отличие – некоторые избиратели не должны встречаться друг с другом. Мы обязаны соблюсти всё-таки и наши нормы, нормы российского законодательства в содержании спецконтингента. Это в том числе 33-я статья. То есть мы обязаны ни в коем случае не допустить пересечения определенных категорий лиц. То есть в том числе подельники, лица, допустившие преступления разной тяжести, ну и ряд других нюансов. Поэтому вот в этом как бы есть особенность от обычного участка. Всего за этот день проголосовало 367 граждан. Нарушений прав человека и избирательного законодательства не отмечено. Надежда Хлыстова, Вячеслав Батуев, Первая Альтернативная. День до выборов горожане провели на праздничном уикенде. В минувшие выходные жители и гости столицы отметили день рождения Улан-Удэ. 7 сентября городу Науде исполнилось 347 лет. В этом году зрители увидели шоу-программу с участием известных коллективов. Угол зрения, Забава и Лакитон. Уже ближе к вечеру ведущие модельеры из Москвы, Новосибирска и Иркутска показали свои новые коллекции. Завершил праздник музыкальный фейерверк и лазерное шоу. На открытие Дня города побывала и наша съемочная группа. С танца в национальных костюмах, как символ дружбы народов, началось празднование Дня города. Даже несмотря на ненастную погоду, на главной площади собралось немало народу. Первые лица республики поздравили жителей и гостей Улан-Удэ с 347-м днем рождения столицы Бурятии. День города – праздник народный, неполитический. Сегодня есть возможность собраться вместе, поговорить, посмотреть концерты, полюбоваться нашим городом, который день от дня становится краше, лучше, привлекательней. С праздником, дорогие друзья! После поздравлений перед публикой выступили самые маленькие танцоры. Зажигательный номер юных артистов не смог испортить даже моросящий дождик. Однако пасмурная погода все же внесла свои коррективы, но праздничное настроение у жителей и гостей именинника от этого не убавилось. Шумно, весело, молодежи много, и пожилые люди отдыхают, приятно посмотреть. Нынче, между прочим, город преобразился сильно, классно. Праздник, да, понравился, погода только не удалась. Желаю всем горожанам от тебя лично хорошего, отличного настроения. Мы поздравляем наших любимых горожан, наш любимый город с этим праздником. Немного подвела погода, но несмотря на это, здесь очень весело, очень радостно. По окончанию официальной части в небо взмыли десятки воздушных шаров. Но праздник на этом не закончился, а только начал набирать обороты. Баир Цедыпов, Евгений Козлов, первая альтернативная. В Улан-Удэ установлен новый рекорд России. Ставший уже традиционным День молока в этом году отметили с особым размахом. В минувшую пятницу огромная кружка объемом более тысячи литров была наполнена молоком. Чем еще запомнился праздник горожанам, знает Марина Непомнящих. На театральной площади «Аншлаг» сотни людей собрались здесь, чтобы отведать всеми любимый продукт, а заодно стать свидетелями установления нового рекорда России. Самую большую, тысячелитровую кружку в стране наполнили молоком с помощью мерных емкостей объемом по 20 литров. За происходящим пристально следил специально приглашенный гость из Москвы, главный редактор книги рекордов России Станислав Каноненко. Только что буквально пять минут назад был установлен рекорд России, самая большая кружка молока с результатом тысячи литров, с чем я и поздравляю ваш регион и город Улан-Удэ. Помимо концертной программы, продажи молочной продукции и пятиметровой надувной коровы, еще одним сюрпризом для зрителей стали живые буренки. На сегодняшнем празднике я вообще была удивлена и даже, ну, очень рада, что у нас в городе, в нашей республике проводят вот такие мероприятия. И сегодня я столько выпила молока, особенно парное, что прямо я даже вот, у меня слов нет, одни эмоции. О пользе этого чудо-продукта ходят легенды. Неудивительно, что праздник молока Улан-Удэнса отмечают уже в третий раз. В следующем году, чтобы не снижать планку, организаторы обещают установить рекорд Гиннеса. Марина Непомнящих, Борис Геленов, первая альтернативная. Ее строили, чтобы разрушить. На протяжении 11 дней монахи монастыря Дрипунг создавали шедевр из цветного песка. За это время тысячи людей посетили Бурятский театр драмы. Именно там проходило священное действие разрушения мандалы. Для верующих этот обряд имеет глубокий сакральный смысл. Наталья Окладникова продолжит тему. Песочный дворец Зеленой Тары возводили больше недели. Все это время, согласно буддийскому учению, в этом дворце жили божества. Для монахов работ над мандалой – точная наука. Все согласно канонам, которые прописаны в буддийских текстах. Для самих прихожан создание мандалы и Зеленой Тары – это настоящее чудо. Ну, Зеленая Тара, она же самая известная наша покровительница. Хозяйка Ветров, которая быстрее всех помогает. Ну, я сам буддист, и в это верю. Мы пришли сюда молиться, чтобы у нас было крепкое здоровье, и детям было все хорошо на будущее. У меня много детей, чтобы дети жили хорошо и дружно. Данное мероприятие, оно сближает вообще поколение между собой и несет такую очень, как бы, ну, благую роль для воспитания. Среди тех, кому посчастливилось увидеть своими глазами разрушение мандалы – польский режиссер Кшиштоф Зануси. В Бурятии он ставит спектакль, однако на священном празднике он сам оказался в рядах зрителей. И то, что он увидел, его очень впечатлило. Очень приятно, что я попал на такой обряд, когда разрушается мантра. Это для нас очень странное впечатление, потому что все-таки в нашем мышлении мы надеемся, что не все разрушается в жизни, что мы что-то строим. Желающих поклониться божеству «Зеленая тара» оказалось очень много. Для них организовали онлайн-трансляцию молебна в зрительный зал театра. Именно отсюда они увидели кульминацию священного действа. После разрушения мандалы монахи отправились к реке. Там они поднесли благословленный песок в дар духам воды. Считается, что таким образом благословение распространяется по всему миру. После завершения ритуала монахи вместе с верующими возвращаются в театр бурдрамы, где состоится раздача песка всем желающим. И несмотря на то, что желающих очень много, песка хватит абсолютно на всех. Наталья Кладникова, Евгений Козлов. Первая альтернативная. На этом у меня все. Далее смотрите новости Иркутска, Читы и Монголия. Я с вами и прощаюсь. До встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok